здравствуйте значит сегодня приступаем проводки водопровода нас из колодца в дом но попытаемся попытаемся не знаю что из этого получит попытаемся носить соответственно из колодца пробурить прямо в дом вот для этой цели сейчас будем изготавливать бур изготавливать бурну что вот сам бур будет представлять вот значит такая вот труба труба здесь я уже значит просверлил отверстие чтобы крутить отверстия здесь вот значит установим ножи установлены же там расстояние где-то в пределах метр восемьдесят два метра и будем дополнительно значит дополнительно делать удлинительные штанги удлинительные штанги посмотрим или же по электродрель ну колодец небольшой это около метра десять а может быть вручную вручную ну вот приступим работать там в процессе деятельности будем смотреть что из этого будет получаться вот давайте начинаем работать так что вот такие пироги вот завершили первый этап это изготовление бура где-то получается но в районе 220 250 я думаю достаточно вот потому что там только и не понадобится ну каким образом мы его сделано вот это труба основание труба идет здесь будет грунт захватывать еще три сыпала сделал я листы и учитывая то что мы будем бурить с колодца с колодца сделали его разбор но здесь на винтах на винтах он собирается таким образом первая часть будет еще теория конечно как в практике посмотрим вот первая часть первую часть я планирую крутить воротком воротком вы здесь соответственно вот она будет расчлена на ловите уже по кускам по кускам они что тоже на винтове на винте винт в основанию в основании получается 3-4 цветная труба 3-4 цвета и вот здесь вот соединяется на трубке трубки полдюймовый полдюймовая трубка не идет она то есть она не подходит что дело брали вот здесь вот разрез делали так смяли ее немножко и вот обварили поставили вот но можно был данном случае винт поставили вот винт поставили и закрепили она будет виде быстро удобно и хорошо ну и соответственно ручка ручка тоже переставляется можно поставить и сюда и сюда посмотрим как она будет работать как она будет работать сейчас подготовительный этап следующему сейчас сделаем траншею значит встречная траншея которая будет ловить бур и после этого начнем бурить идем делать траншею вот траншея будет здесь будем ее копать траншею но здесь достаточно много песка это когда я выравнивали стяжку делали по полу заливали здесь получилась такая куча песка это песок я соберу ну и траншею где-то сантиметров семьдесят восемьдесят я думаю буду копать а там из колодца будет под наклоном ну начнем копать будет видно как оно получится приступаем к основной работе по проводке водопровода в дом из колодца ну значит колодец сам находится от дома недалеко это получается 90 сантиметров фундамент мы знаем то что 55 сантиметров ну и под наклоном под наклоном будет получается ну в пределах в пределах двух метров на одном пробурить значит вчера уже в домике начал отрывать траншею когда начал отрывать траншею возникла такая проблема в грунте очень много камней очень много камней я даже не уверен сможем пробурить или не сможем но попытаемся ну вот первоначально я здесь уже если кольца стоят кольца стоят он между колец между колец уже пробурил отверстие бурил просто перфоратором перфоратора значит соответственно сверлами по кругу на насверлил после этого зубилом выбил ну вот так сказать что борется достаточно легко достаточно легко я думаю что будет посложнее но сейчас начнем попробуем как у раз будет это дело получаться уверенность такая 50 на 50 в этом году хорошо зима не снежная была в колодце практически воды нет прошлые годы была вода сейчас отпустились сюда вниз отпустились сюда вниз и посмотрим что из этого будет получаться так лестница нам ни к чему лестница нам ничего здесь получается где-то если есть грунт здесь грунт и включается 30 сантиметров и до начала еще 90 что где-то метр двадцать но получается то есть начало то нормально получается до проберзания здесь не замерзнет прежде чем бурить я вот отверточки здесь еще почищу грунт мягкий видите такой глина не глина здесь вот мягкий но здесь вообще видимо всем мягкий почему потому что когда кольца пускали кольца пускали он еще до конца не просел хотя уже по идее это должно бы просечь ну посмотрим как как будет это дело получаться сначала есть сначала есть посмотрим бур тоже как делали и замеряли ничего сейчас 1 замер как он у нас войдет не войдет по длине нормально по длине нормально все нормально нам придать какой угол но я думаю где-то так где-то градусов 35 35 я попробуем что как он будет бурить здесь видеть неудобно что в плане что-то место недостаточно много пока что так вот поставим это вот так вот посмотрим с таким образом надо еще приловчиться приловчиться и главное направлением здесь правильно а то сейчас мы в сваю попадем в доме сваи по два метра тогда уже сто процентов не пойдет ничего даже наверно много посмотрим идет не идет так вы что-то набрали что-то набрали это процесс будет длительный потому что слишком много тоже и стоит наверное понемногу лучше лучше пробурить чем копать если копать это получается здесь не больше копать это получат в сторону почти сложно будет очень сложно есть маленько недодумано вот как это вытаскивать вылить одно вытаскивай другое что-то набрали да уже молоточек чем-то постучать вот этим да не надо так посмотрим на первом этапе всегда проблемы возникают ну вот вроде все посмотрим что то есть наверное немножко пробурили я не скажу что много не мы скажу что много но ну как у настоящего про бровика это мне работа будет надолго я думаю если вот так давить вот если давить и крутить она будет получше вот так вот вот так вот сейчас она идет идет вот так вот а если палочку здесь подложить вот так вот сделать вот вот таким образом здесь надо еще надавить наверно получше вот так вот 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 ну чё самбур сантиметров там 80 есть половина прошли здесь еще грунт это ладно я говорю боюсь камня если в камень попаду это будет кранде вот так вот начли Haaren ну да ну я скажу ребята идет идет она даже еще видать уже полный маленький перерыв маленький перерыв чё таким образом вот будем говорить получится не получится покажет время так бурим не так легко как хотелось вновь я другую бур сделал сейчас выйдем вытащу посмотрим его можно постукивать и и вот на видите идет уже вот она идет все зависит от того какой грунт попадется и главное чтобы не попался камень вот она видите достаточно хорошо прошла но практически вот уже до ручки вот уже до ручки сейчас значит произведем выемку замерим какой бур и будем принимать решение еще бурить или уже искать навстречу данного буру выемку делаем следующим образом здесь у нас соединение вот видите да можно болты можно винты у меня вот где бог девин стоит шестерочка вот так вот раз так вот положим и достаем таким образом достаем достаем посмотрим важно возможно уже хватит возможно и хватит и вот здесь новый бур но выбор чем лучше чем тот то что вот когда мягкий грунт песочек вы видите вот смотрите один раз тут лоб и полностью высыпался это очень хорошо но сейчас вытащу вы вырезал посмотрим какая длина возможно уже больше будет не будем таким вот так вот так ну полностью выходить не буду ну вот первый бур который мы вместе с вами делали очень хороший все хорошо бурит и набирает хорошо ну как минус его вот выбивать с него очень сложно особенно если глина попадает очень сложно и скорее всего маленько длинноватый тяжелый так вот руках держать тяжело длинноватый все нормально шло где-то уперся в какой-то камень или в камень или значит попал в фундамент то что фундамент достаточно глубокий где-то в районе метр двадцать даже больше вот этот мир фундамент попал или в камень попытался значит каким-то образом повернуть повернуть и получается значит пришлось мне изготовить другой бур вот этот бур в виде ложки видите вот так надрезал есть вырезал кстати делать его проще здесь заточил значит положительные моменты в данном бури получается что что можно его подстукывать ну в принципе это тоже можно подстукать но самое главное что когда вот глина глина очень легко выбивать повернув 2 раз стукну он выпал выпал ну и если этот с этим буром сложно где-то там влево вправо повернуть то с этим проще то есть повернул начинаешь значит за вперед его и он начинает поворачиваться сейчас уже пробурили какая длина сейчас мы посмотрим какая длина мы посмотрим до вас получается соединения соединения вот такая у нас такие соединения такие соединения вот ведь сколько это не sorlet очки было сейчас возьмем рип и камень верев я вот когда и даже его дело я даже в принципе не заметил даже не замерял Это получается Так Опа Здесь 2 2 И здесь еще получается Ну где-то 2.30 наверное я забурел 2.30 уже Где-то 2.30 Вот уже забурел Где-то 2.25 А что нам надо пробурить? Надо пробурить Здесь 75 Ну грубо 80 И фундамент еще Ширина фундамента 55 Ну это будем говорить Что с большим запасом мы пробурили Значит сейчас что сделаем Сейчас мы снова значит Бур установим На прежнее место И будем значит с той стороны смотреть Да Да и если кто решит тоже делать бур Кто решит такой делать бур Ну что в принципе и тот и другой бур хорошие И тем и другим можно бурить Единственное что Ну не надо слишком длинный Потому что он тяжело с ним получается Это раз И второе В первом бури Я значит отверстие вот на 6 сверлил И болты на 6 Это неудобно Надо обязательно сверлить где-то На 7-8 Тогда легче вставлять Потому что приходится часто Значит устанавливать Снова разбирать Собирать Вот таким образом Ну наверное сейчас Я его снова установлю туда И посмотрим что там будет делаться Внутри у нас Вот такие пироги Ну думаю бурить уже Больше не надо Теперь будем копать Вот такие пироги Так что Посмотрим Да и особенность вот такая Когда уже второй бур начал делать Первый-то я не учел Вот эти все штанги Я сделал разной длины Вот одна длина Вот видите вот Вторая Немножко подлиннее И третья Третья еще длиннее Почему? Да потому что просто Проще собирать Почему? Потому что Если все одинаковые длины Внизу где-то там В подвале Где-то там разбираешь Потом можешь перепутать По отверстиям Будет несовпадение А когда разной длины Ты уже знаешь Вот эта вторая Третья Все нормально будет Так вот Сейчас соберем И пойдем Смотреть оттуда Так Так Нормально Нормально Так Опа Ага Вот соберем Не тем Как говорится Концом попало Так сейчас Наоборот его разверну Вот так вот Разверну Конечно можно было здесь развернуть Это дольше просто Вот таким образом Раз Но здесь уже ошибиться сложно Потому что здесь ручка Ручка Так И здесь я вот на метке сделал На метке Почему? Потому что Тоже Как говорится Когда Сверление производили В более массовой точность Не соблюдали И когда если По-другому вставить Болт будет не совпадать Так вот Так вот И гаечку сюда Раз Затягивать Не затягивать Просто Вот от руки Навернул его Гальца Никуда не денется Да сейчас уже И сверлить не надо Вот видите Вот Хорошо Пошло Так вот Так Теперь надо С этой стороны Посмотреть Вот насечки они И где-то здесь Тоже должны быть Насечки Вот насечки Тоже насечки Так Это как-то не очень Очень хорошо Получается Так вот Собираем Так Собираем Вот так Места конечно Не очень много Не очень много Приходится Немножко Попотеть Так вот Вот уже Собрали Вот уже Собрали Так Ну По направлению Вот так Все Все Поставили Теперь Да кстати Надо замерить Вот это расстояние Это тоже Очень важно Для работы Это расстояние Тоже надо посмотреть Вот так Так Здесь у нас получается Ну где-то Пускай Уровень земли Где-то Вот здесь Что ли 50 метров И здесь Опа И здесь 95 Где-то Метр 45 Метр 45 С одной стороны Хорошо Потому что Уже здесь точно Не замерзнет вода А там Посмотрим Опа Пройдемте Так теперь Туда Вовнутрь И посмотрим Посмотрели 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 Получается Что Если мы даже По направлению Угадали Как надо Да То В районе От метра Двадцати До метра Срока Надо будет Выискать Здесь у нас Получается Всего лишь Навсего Опа Ну грубо Говоря 70 сантиметров Но это Еще Получается Три лопаты Три лопаты Да И кстати Вот Кто будет Бурить Кто будет Бурить Надо бояться Вот таких Вещей Вот Видите Камушки Солидные Попадаются Ну Можно Их Обойти Как я тебе сказал Вот если Вторым Буром В виде Ложки Что ли Так Вот Можно И влево Вправо Немножко Подать Все Продолжаем Работу Так Ну вот Наработаем Уже Внутри Домика И здесь Вот Видите Ну Как расчет Был Согласно Расчету Получается Вот видите Труба Вышла Уже Вот она Сюда Прошла То есть Мы видим Бур И кстати Взять Если Так Внимательно Посмотреть То Здесь Получается Трехчетвертная Труба А мы Знаем Что Значит Это Уже Будет Так Говорить Что Это Сам Бур Выходит Гораздо Дальше То есть Мы Больше Чем Надо Пробрили Ну Сантиметров Наверное 60-80 Сейчас Что будем Делать Сейчас Следующий Этап Берем Значит Уже Мы знаем Что Вот Здесь Получается Труба Мы Ее Назад Вернем И Где-то Где-то Вот Так Поставим А вот Это Вот Это Все Что Мы Набросали Землю Надо Придется Убрать Убрать И Главное То Что Мы Видите Просверлили И Нашли Уже С Обратной Стороны Трубу Это Самое Главное А Здесь Уже Кажется Дело Времени Возможно Сегодня Успеем Может Быть Завтра Завершил Но Главное Просверлили Продолжаем Работать Подходим К завершению Значит Отрытие Стоплавана Получается Стоплаван Такая Трошея Получается По Длине Мет 50 Может Побольше Немножко Сейчас Но Здесь Вот Особенность Такая Когда Бурили Когда Бурили Немножко Промахнули Промахнули Вот Видите Вот Нам Где-то Надо Было Бурить Где-то Дощетно Где-то В этом Районе Чтобы Найти Бур А Мы Забурили Вот Завершение Это Завершение Это Больше Метра Больше Метра Промахнули Побольше Пробурили Но Это Плохого Где-то Как Говорится Когда Испытывали Бур Когда Пошло Мы Бурили Бурили Вот Здесь Уже Вот Завершение Бура Сейчас Докопаем Докопаем И Будем Укладывать Трубу Скорее Скорее Сначала Гильзу Уложим Потом Трубу Но Когда Будем Трубу Укладывать Посмотрим Будем Бладать Подходим К Завершении Нашей Работе Вот Значит Только Спаяли Трубу С одной С одной Сторон Металлическим Скотчем Залепили Сейчас Будем Уже Попытаемся Установить Попытаемся Установить Ее Значит Мы уже Установили Значит Металлическую Гильзу Туда Как это В гильзе Она будет Получше Вот Таким Образом Пытаемся Установить Сейчас Должно Должно По идее Встать Как Это Как Она Будет Наверное С этой С этой С этой Она Не пойдет Хотя Посмотрим Надо было Наверное С этой С этой С этой Завести Так Вот Так Длина Метр Восемьдесят Метр Восемьдесят Вот Таким Образом Попытаемся Сюда Попасть Так Вот Так Вот Так Ага Снизу Сейчас Я Спущусь Спущусь Можно Было Конечно Ещё Подкопать Но Посмотрим Посмотрим Что Из этого Вынет Места Маловато Но Каким-то Образом Так Спустимся А не Спустимся Не Хватает Места Если С этой 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 непонятно что пошло 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 так пошло пошло так вот гильза то она как раз и хорошо идет так 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 ну вот примерно где-то в этом районе она должна быть здесь мы еще дадим утеплитель дадим утеплитель а после того когда подошел а может раньше будем уже вести трубопровод но это уже как говорится другая история посмотрим что там у нас вышло пойдем видео ну грунта конечно вынуто достаточно много вот представьте если бы не трубопровод той и с той стороны домика было бы в два раза больше а это пробурили хорошо подходим сюда смотрим в колодец а здесь немножко гильзы сюда вытопнула выделила гильзу но сейчас залезу ток него и назад огневая назад но еще и не закрепил в перспективе конечно мы это все запеним так и вот а немножко видите она гуляет она гуляет сейчас посмотрим а вот она рядом здесь совсем как лица и и пальцем уже вот она вот она вот и как раз видите как ростов вот столько здесь немножко лишнего немножко лишнего так обрежем здесь уже будет подводка все здесь нормально все хорошо и здесь здесь это все дело запеним ну что можно подводить итоги данного этапа работы что можно сказать а можно сказать следующее что вот таким простым буром вот видите длина его два метра наверно больше чуть-чуть так вот видите простым буром так вот сюда еще насадочка вот она идет вот она насадочка вот таким буром очень даже возможно пробурить пробурить и установить трубопровод завести его в дом но лучший вариант лучший вариант нужно было заводить его до начала строительства о чем не однократно говорили когда я бурил все я думаю каждый если пожелает сможет сделать такой бур очень просто я даже рекомендую это именно такой это тоже будет это тоже будет но этот полегче попроще попроще думаю каждый способен пробурить у себя дома на даче и будет водопровод до свидания до новых встреч субтитры сделал DimaTorzok